Я думаю, всех, кто хотели, уже собрались, остальные пошли на PostgreSQL слушать. Я бы тоже пошел. В общем, я хочу немного... Be smile and simple. То есть я хочу немножко рассказать пару слов о себе, чтобы понять, из чего я пришел такие выводы. Начал я работать в 2006 году, еще тогда будучи студентом. Начал с Java, потом работал немного с PHP. И в результате все-таки пришел к Python, и он меня устроил наиболее всего как язык программирования для разработки. Ну, есть свои недосчеты, но об этом потом я буду говорить. И, в общем, как? Еще я люблю, в принципе, чем я занимаюсь, в принципе, семейными делами. Также я люблю Python, framework Django, Tornado. Немного знаком с многими инструментами, но это понравилось мне больше всего. И Linux мне нравится, как OS. Также знаком с языками Haskell, Relang, Java, CC++. Ну, в той или иной мере. Конечно, все это выучить и глубоко знать, это, я думаю, надо потратить не один десяток лет. К чему, в принципе, я пришел за последние шесть лет своей работы? Я пришел к тому, что обычно мне хватает вот этих инструментов для решения 80-90% задач. И если объединить эти инструменты вместе, несколько штук, то получается, что можно решить 95% задач, и причем решить зачастую очень простым способом. Ну, для примера, можно сказать, если использовать Python и Apache Fob, который на Java написан, то можно очень легко генерировать из XML, там, PDF, используя другие утилиты, можно другие типы файлов генерировать. В принципе, с небольшой обвязкой вокруг Python, вокруг существующих библиотек можно все это делать. Я думаю, у каждого из вас, в принципе, есть свои примеры, когда вы использовали чужие библиотеки с минимальным количеством кода, и получалась просто конфетка или просто работающая вещь. Вот я просто привел пример кода, как можно сделать простейшую генерацию из XML-ки, PDF-ки. Самый простой пример, чтобы все были в курсе, что это действительно просто. В принципе, все понятно, я думаю, ничего сложного здесь нет. Но часто люди предпочитают какие-то… есть свои преимущества и недостатки этого подхода. В принципе, он простой несколько строк кода. Можно совершенно не знать, что такое Java, немножко почитать об Apache Fob. Он, в принципе, легко масштабируется до некоторой степени. Довольно просто его отлаживать консольным output, высматривать, что там прошло не так, все исправлять. Но, конечно, у него есть свои недостатки. У этого метода самый большой недостаток, по моему мнению, это то, что он на каждый запрос стартует в JVM, а это долго и затратно по памяти. И, в принципе, как люди часто могут начать решать эту задачку. То есть, в принципе, есть другой метод. Можно решать задачу таким методом, который бы я предпочел. Это использовать какой-то брокер, активом кью, зером кью или нечто подобное. И простенький сервис на Java. Буквально сотня строк на Java, который будет из активом кью, например, или там любого другого инструмента, очереди сообщений, выгребать все необходимое, XML каким-либо образом представленным. То есть можно… В чем преимущество этого метода? В принципе, код становится немного сложнее, но при этом он достаточно прост. Можно легко разделить задачи между людьми. То есть один человек пишет на Java, который занимается, например, какими-то вещами. Другое на чем-то, на Python или там Ruby, если кто-то для такого использует. И еще можно заменить, допустим, генерацию PDF на генерацию ODT, там, и доков, чего угодно. И как угодно с этим работать. И все это быстро, легко масштабируется. Ну, единственный, по-моему, недостаток, это как бы, что потом, конечно, отлаживать все это сложнее, потому что работают сразу несколько сервисов, которые меняются сообщениями. Но в принципе, если подойти к этому с головой, то все остается довольно простым, интуитивным. Ну, в общем, приблизительно это работает вот так. То есть кто-то, ну, что-то там поработало, и все нормально работает. Но есть метод для извращенцев. Это вот попробовать тузы, которые позволяют как-то прямо из Python подружать в Python Java машину, как-то ее дергать и все такое. Ну, это самый простой вариант, который будет нифига, наверное, нерабочим, простите меня за выражение. С этим придется продолбаться очень долго. Но я думаю, и прочитать, что здесь написано, понять, не знаю, Java, да и вообще понять, что здесь написано, уже становится довольно сложно и проблематично. В общем, получается, что как бы все просто в некоторой степени. И почему Python? Тут приходит вопрос, почему мне так нравится Python? Да потому что у него есть как бы многие батарейки и многие библиотеки, которые очень простые, очень удобные в использовании, с очень простым IP, API, но при этом которые довольно-таки легко кастомизируются. Ну, вот я привел несколько примеров, что какие мне, допустим, библиотеки и стандартные поставки нравятся. CSV, JSON, они довольно простые и довольно-таки неплохо работают. И что еще очень мне нравится, что вот фактически используется стандартный синтаксис Python, простой как бы итерация, можно там это завернуть, использовать методы функционального программирования. То есть все довольно как бы просто выглядит, без всяких дополнительных вещей. Если знать, что такое виз, фо, циклы и просто знать о пи-библиотеке, все можно писать, практически все что угодно. Очень просто. Ну, вот хороший пример это requests. Я думаю, все слышали это. Альтернатива URL-либ, URL-либ-2. Очень хорошая альтернатива, которая позволяет очень просто работать по HTTP протоколу. Очень просто. И любой может в принципе при желании, если кто-то знает метод, как это еще улучшить, я думаю, на GitHub-е форкнуть, что-то изменить и предложить pull request, если это действительно хороший вариант. Я думаю, с удовольствием это все примут. И вот то же самое. Ну, вот так, что-то я запутался чуть-чуть. Пардон. Так. Простите. Так. Так, я что-то не попадаю. Так, я там хотел просто привести тот же пример, но с URL-либ-2. То есть как это выглядит не на HTTP request, а URL-либ-2. Ну, там, ладно, это выглядит значительно сложнее, гораздо больше кода. Надо создавать какие-то классы, какие экземпляры классов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так. Сейчас, надеюсь. Ой, сейчас, секундочку. Вот. Вот этот, вот это срквест, ну, все это просто с консольным output, вот сколько занимает места. И то же самое сделанное, сейчас, так, назад, сделанное с URL-либ-2. То есть то же самое, фактически код, но насколько уже сложнее читать, насколько сложнее понимать, что здесь происходит. В принципе, к чему, ну, я как бы пример из своей жизни, к чему это все веду. Что часто, как бы соглашения прозрачной API могут быть очень удобными. Можно конфигурации брать, пытаться, как это, вот Spring, если кто-нибудь работал с Java-фреймверками, то там очень много XML-либ-2, генерируется, генерируется, потом для этого пишется очень много кода, который что-то делает, выглядит солидно, вы долго работаете, получаете хорошую зарплату, там, бонусы, там, становитесь сеньором. Но как-то все это грустно, неудобно. И когда я попробовал в первый раз, ну, вот у меня началось как бы знакомство с фреймверками, с такими более шустрыми, быстрыми и удобными разработки, это был первый, это был ROR, Ruby on Rails. Там 15-минутное видео, несколько там часов чтения документации, экспериментов, несколько строчек кода и какое-то там простенькое готовое приложение. То есть, в принципе, идеально для начинающего, причем это приложение, в принципе, любой человек, знающий Ruby, поймет, что там происходит. А если Spring приложение написано, то человек, не посмотрев конфигурацию, несколько там, не копавшись в коде, часик-другой, даже в довольно простом приложении может потеряться. Ну, я не знаю, по крайней мере я терялся. Может, есть здесь люди гораздо более, наверное здесь люди гораздо более умнее, чем я, и не потеряются, но теряются. Я терялся. Почему тогда не настолько простой вариант, как вот этот PHP с регистром Globals? Я не знаю. По-моему, здесь большинство собрались, те, кто интересуется Python, я думаю, все уже понимают, что все-таки нужно знать меру простоте и не скатываться в Plyntus, потому что даже если мы будем как-то договариваться, как будут именоваться переменные в PHP там, как это будет выгребаться все из форм, раньше или позже все закончится тем, что кто-то найдется гораздо более умный и решит схалтурить чуть-чуть, где-то, ну, нужно. И все закончится тем, что после пятой халтуры код начнет вести себя непредсказуемо и на этом все, все прелести закончатся. Ну, в общем, как бы тоже примеры различных технологий. Допустим, RMI, кто-нибудь работал с RMI, CORBO, сталкивался? И как впечатление у тех, кто сталкивался? Довольно счастливы. Отвратительно, говорят. А теперь там SOAP, XML, RPC, SOAP. Тоже прелесть или как? Кому как нравится. Мне лично больше всего подходит, ну, вот HTTP самый простой, там, JSON. И, в принципе, этого может схватить для большинства задач с головой и будет все очень красиво и удобно читаться. В отличие от того, от тех же здоровых VSD-лек, там, в SOAPе, которые непонятно, что происходит. И как удивительно, как оказалось недавно, я уже забыл, что порядок, порядок всех указания, порядок тегов в XML-ке при SOAP-запросе имеет очень большое значение. Причем он имеет, например, значение в 1S, но на стороне Java он для некоторых библиотек может не иметь значения. На стороне Python он может не иметь значения. И то есть вы можете, ну, скажем так, вляпаться очень конкретно и долго биться, почему не работает что-то. В JSON-е такого подвоха или в BSON-е вы будете лишены. То есть, в принципе, что я выбрал бы для себя из того списка, что мне понравилось. И тут казалось бы, что все, на этом все заканчивается, все понятно, все должно быть просто. Мы выбрали этот с техноэкологией и что, можно теперь уже на обед идти, да? Но когда мы сталкиваемся с реальным миром, все происходит немножко не так. Казалось бы, простая задача, реализовать элементарнейшая, казалось бы, задача. Имеется набор сущностей конфигурируемых, которые будут, в принципе, большими объемами лежать в BD, иметь связи между собой. Все это должно как-то красиво, приятно для пользователей изменяться. Ну, там, будет какие-то там права и все такое. То есть, казалось бы, что берем простенькие инструменты, Python, для поскольку сущности будут изменяться, берем MongoDB. Зачем нам париться с какими-то реляционными BD, как-то придумывать, как это будет организовано. Если у Mongo у нас позволяют менять набор полей для объектов, очень легко и просто. Как-то это Twitter Bootstrap очень популярный, в котором, казалось бы, подвохов быть не может и который тоже простой. И jQuery там. В общем, все, казалось бы, стандартный простой набор, все проверено. Но в итоге, что обычно, казалось бы, все, прелесть. Берем, пишем. Как обычно все это получается на самом деле. Когда мы начинаем писать код, сначала все нормально. Одна итерация, другая итерация. Новый функционал, новые сущности. Клиент что-то пожелал, кто-то что-то там решил, посоветовал клиенту из программистов или менеджеров. В общем, в конечном итоге через какое-то время получается код, который ну не очень хороший код, скажем, в котором есть ошибки, которые бывает сложно выловить. Быстрее, сложнее добавить, проще добавить новый функционал, чем искать ошибки в старом функционале. Или и ну как я как получилось Team Lead, получается Team Lead последних нескольких проектов. Я должен разбираться, почему же, что же идет не так. Казалось бы, все это понимают, всем это говорилось, всем это рассказывалось и сам вроде бы стараешься писать, но что-то идет не так. И что я заметил обычно вот ну вот такое получается приблизительно. Человек сидит там замаком, не замаком, не суть важно, но лицо у него такое же. И обычно что у нас получается? Ой, что-то слайды по плейли. Ну ладно. Обычно получается как? Часто проблемы сталкиваются с тем, что вот как говорили о фласке контекстозависимость. То есть я как бы контекстозависимость. Контекст то есть у нас что-то зависит от чего-то и откуда-то берутся магические значения, магические переменные, непонятно откуда. Вылазит что-то, где-то что-то меняется и никто не может угадать, а кто это решил там что-то поменять где-то в глобальной области. И фактически еще в чем проблема? В том, что когда мы пишем тесты, очень сложно написать нормальный набор тестов на такую штуку, которая зависит от контекста очень сильно. Так. Ну, в чем преимущество подхода, когда мы стараемся, чтобы функции были изолированы от окружения, окружающего. Это просто писать, хотя не всегда просто писать. Просто тестировать. Это в первую очередь просто тестировать. То есть мы всегда уверены, что если тест проходит с одними и теми же значениями, то всегда он в продакшене будет с такими же значениями работать, если, конечно, кто-то не проманкипатчит как-то этот код. Ну, это уже отдельная история и с таким надо бороться всем возможным методами. В результате меньше багов, а потом меньше кода, потому что когда мы правим баги, обычно начинается ситуация, какая правка кода. Начинается с пагетти. Иф это значение, которое нам ломало там тесты, ломало функционал. Иф там и пишем в там альтернативный вариант. Потом там где-то еще один Иф и в итоге скатывается там в такой спагетти, что казалось бы а что тут вообще делается, зачем это все. А все потому, что где-то кто-то что-то меняет. Опять же stateless есть такой момент immutable. То есть то, что как бы не очень хорошо, то, с чем в Пайтоне, то, с чем вообще как бы в классических языках у нас следующих пришедших как бы из императивного мира все данные обычно мутабельны. То есть мы в переменную меняем много раз, дописываем что-то. И часто вот как бы классический пример это ошибка, когда передается, когда переменная, ну, аргументом берется словарь, который меняется, в который что-то будет дописываться, возвращаться. То есть опять при том, что можно все в принципе используя фишки языка Пайтон свернуть выражение, пусть не очень понятное сразу на первый взгляд, но в итоге более короткое и при внимательном чтении и внимательном написании как бы избавляющее от большинства таких проблем. Теперь как бы пришло порядок еще одна самая важная вещь, что это все были цветочки. Но когда дело доходит до того, как мы строим все это, то есть как мы делаем абстракцию, строим, тут начинается вообще прелесть. То есть мы привыкли, что все привыкли, что ООП базируется на трех принципах, на трех китах. Это инкапсуляция, там наследование и перегрузка, грубо говоря, методов там и так далее. То есть вообще все эти вещи они конечно чудесны, классно выглядят на бумажках и на тех примерах, когда их пишут все, как там книжках там любых, где это все показывают, но на практике часто вообще применяются не по назначению, неправильно и не к делу. То есть вообще если так вот подумать, то если так писать код, то мы прибегаем потом к шаблонам, чтобы скрывать эти баги. Опять же начинаем делать stateful, stateless значения, сфакторис и так далее, так далее, так далее. Фактически все это прикрывает часто непонимание, позволяет подстраховаться, попытаться подстраховаться от того, что мы делаем, когда используем OOP в том стиле, в котором это пропагандируется в Java или в C++. Причем там хотя бы есть компилятор, который нам хоть чуть-чуть, но поможет. В Python тип может оказаться любым, все может оказаться любым и все может быть еще хуже. То есть если мы берем, переписываем код с Java на Python дословно, то получается код еще хуже, чем был на Java. Еще хуже может получиться. И так как говорил Гвидован Росум, он говорит, что он ответственности за те библиотеки, которые там поставляются с Python, гугловским сервисом, он на себя брать не будет. Потому что он сказал, что там код был очень жуткий, потому что его просто как преверс-инжинировали с Java на Python. И там есть классы, как бы абстрактные классы без метод, фактически с одним методом. Просто кто-то перекладывал интерфейс джававский на Python код. То есть это кошмар. Это в общем те фичи питона, которые я бы, ну которые как бы следует знать любому в принципе, кто собирается с ним работать. Виз, который позволяет от кучи tryx finally избавиться во многих случаях. Коллекции, разобраться, что такое коллекции, как использовать order, просто часто встречается, что люди не умеют, не знают, неправильно это используют. Причем, что как бы казалось бы регулярно про это все проводятся какие-то встречи, кто-то что-то доклады делает, но как показывают практика, в коде этого далеко не всегда есть. Те же frozen set, set и так далее, так далее, так далее. Новая фишка конкурент фьючерс это в Python 3. Кто не смотрел, посоветую посмотреть, там, какие свои прелести есть и дальше я буду показывать небольшой пример, как это может быть использовано с пользой для дела. В общем, что получается, как бы, что получается, если просто тупо подходить, просто, мало, просто, мало, просто, складываем, 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 что получается, иногда получается, что все конфетка, красивая библиотека с минимальным API, которые могут использовать любой, но зачастую получается, что страх и ужас, просто какой-то примитивизм в плохом смысле этого слова. Так. А, вот я опять же про ОП-принципы. Ну, то есть я просто переписал ОП-принципы, как сделать с ОП все сложнее, чем оно может быть. И просто вот пример кода. Это тот пример кода, который мне встретился, эта библиотека, мне предлагали продолжить заниматься проектом, в котором использовалась такая библиотека, обвязки для C. И вот я задаю вопрос, а что такое Discoverer, зачем он здесь нужен? Вообще-то Discoverer получается, это спрятанная фабрика, потому что очевидно, где-то что-то там есть, какая-то логика, была задумана на потом, кто-то подумал, что когда-то, возможно, надо будет это все работать, эта обвязка будет работать распределенно, возможно, и надо будет как-то находить что-то, Discover. Или же кто-то взял РПЦ, как в РПЦ, там тоже в Java были, сначала надо было производить поиск, а потом уже производить коннект к удаленной машине. Может кто-то по этой аналогии прошел, но зачем это здесь, я так и не понял, задал вопрос разработчикам и мне ответили, мы не подумали и правда не надо. Это просто, вот я покажу пример, как бы типичный код HTTP сервера, который бы писался на Python, программистом, который учился писать на Java, там, C++, то есть мы первые там какой-то хендлер, вот классы, мы создаем, методы я не забивал полностью, потому что вышло бы кода много и понимать бы его от этого легче не стало. Сама идея в чем, что вот у нас сервер имеет фактически один метод init и метод serve, то есть класс, но целый класс у нас есть. Можно было бы еще дописать abstract сервер, который бы not implemented бы делал бы, чтобы вообще все было по канонам там OPE. Есть там диспатчер, который берет это как бы начинает разбирать запрос. И дальше там создаются request, какой-то класс, как это сделано в Tornado, то есть request там обработчик запроса, request handler, которому уже передается этот request. Или как там в jungle class-based views тоже там классу передается, фактически создается instance класса, которому передается там и по цепочке вызываются методы, никто даже не знает как или там миксерами определяется. Сообразить, как это все делается, очень сложно. И вон вот этот наш код, который на самом деле функциональный, вот в самом конце получается, вот это нужно всю обвязку громадную написать, будет создаваться несколько экземпляров классов на каждый запрос, только для того, чтобы вызвать в конце вот эту одну маленькую строчку. Понятно, что во-первых, это все отлаживать сложно, потому что допустим, я приведу пример, как у меня было с торнадо, мне надо было расширить набор методов, которые CRF protection поддерживает. И я… CSRF protection, да. И мне пришлось перекапывать всю логику, смотреть код всего торнадо, делать, ставить трейсы, проставлять, что где происходит, что где меняется, поскольку в документации этого не было описано. Было описано, что где есть защита, все здорово. Но когда дошло до практики, мне пришлось прочитать огромную массу кода, кучу классов, которые связаны друг с другом, кучу как раз stateful, то есть завязанных на состоянии объекта кода разобрать, то есть в классе это поля, и к этим полям идут обращения, то есть он не то, что ему аргументы идут, методы, и понять, что откуда, зачем вызывается, всю эту матрешку разобрать, бывает очень сложно. А если вы пишете что-нибудь сложнее гостевой книги или чего-нибудь такого, то раньше или позже, но, наверное, любой сталкивается с тем, как там, или как Джанго Админка, тоже чудесная вещь, как ее лезешь кастомазить, каждый раз чувствуешь, все, сердце застывает, сейчас начнется, все, уже не знаешь куда, злой, уже просто сам шаблон того, что знаешь, что где-то будет что-то новое для себя откроешь. Хотя, казалось бы, я уже и код читал, и не раз, но поскольку там, по-моему, как это называется, options, там, джанго-кантри-бадмин-опшенс, 700 с чем-то строчек, то есть, исходный файл кода, а там это еще инклюдится куча всяких вещей, еще завязано там на формс, формсетс, ну, честно говоря, я не знаю, может, те, кто этот код писали и продолжают писать и поддерживать постоянно, они прекрасно понимают, что там происходит, но если я там раз в два месяца лезу кастомазить админку по какому-то поводу и каждый раз как-то по-новому и каждый раз начинаю читать код, угадываться, что там значит bounded field, unbounded field, ну, unbounded field это я уже от болды беру, но всю эту механику это нереально сложно по сравнению с этим за день разобраться, что там творилось в торнадо и подправить код там, где мне это было нужно. Это было просто. Это было очень просто по сравнению с админкой. И в принципе я просто сейчас вот хочу показать тот же самый код с теми же самым, это просто вот переписано больше в python стиле. То есть класс-то я только один оставил request для узнаваемости. И фактически я, честно, не сам не заметил, я заметил только, когда мне захотелось написать start response, в общем, когда мне вот это захотелось написать, вот этот параметр, я понял, что это тот же самый подлучился протокол Vsgi. Просто простенький Vsgi сервер. Я так просто писал, думал, как переписать этот код получше. И получился простой Vsgi. То есть оказывается PEP тот, который про Vsgi придумали неглупые люди и стоит пользоваться, смотреть и разбираться. Часто и вот кода, как видите, гораздо меньше и, по-моему, понять проще, что, зачем и как. Я не знаю, если кто-то не согласен, скажите мне потом. В общем, еще одна очень интересная тема это согласование conventions for lazy developers. То есть берем как можно проще, 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 проще. Берем самый простой метод, и в итоге получается, что через несколько итераций этого упрощения, навязывание простоты, причем навязывание простоты для программиста, для программиста вот в одном конкретном случае, обрезание функционала и недумание, мы получаем, что проще умереть. То есть не дается никаких возможностей изменить логику, расширить. причем часто бывает, когда думают как раз о расширении логики, вот OP используют и так далее, для чего оно якобы задумывалось, то приходится все к тому же выводу. Но можно минимизировать так, казалось бы, да проще будет переписать одну функцию, а потом эта функция разрастается тоже во что-то страшное. В общем, получается вот такое. Просто ты смотришь, начинаешь работать, на сайте читаешь, чудесная библиотека, начинаешь работать, оказывается, что она половины функции не может, половина функции не может. Раз. А ты еще не дошел? микрофон не работает. В итоге, как было в случае, я рассказывал, буквально там стоял, рассказывал про то, как одна клажур-библиотека, я немножко утрировал, интересовался клажур, и вот одна клажур-библиотека рекламирует себя как лучшая библиотека маппинга объектов Redis. Прелесть. Начинаем смотреть, что там, если перевести на Python, это получится приблизительно так. Берем объект на Python, сериализируем его в JSON. В примере, в документации есть, как это делается. Все просто. Потом берем это, ложим в Redis просто так целиком и говорим, что все круто, все классно. А как потом с этим работать? Нет, есть случай, допустим, когда мы используем это как кэш. Причем JSON этот, который может даже проходить, допустим, вот прямо из Redis, мы отдаем клиенту. А если мы это используем как-то более логично, то есть маппинг, что называется, как ORM, там маппинг в BD, то есть мы по полям можем искать, ведь в принципе, или взять одно поле, ведь в принципе у Redis гораздо больше, чем просто положить, как у memcache, да и взять. Это же не просто статический memcache, это гораздо больше. Там есть хэсет, списки и так далее, так далее, так далее. То есть в принципе есть много функционала, но весь этот функционал от нас библиотека просто скосила. Мы воспользуемся этой библиотекой и все остальное делаем руками. То есть проще использовать нативный драйвер и не заморачиваться. И так же и для Python примером в принципе с головой. Особенно для Django такие приложения, которые что-то делают и непонятно зачем. В общем, к чему я все это веду? К чему? Просто к чему это просто… Я хочу просто привести несколько примеров. Там Com, Corbo, ActiveX, все эти компоненты. И где они сейчас? Кто-нибудь пользуется ими сейчас? Не, если кто-нибудь пользуется, я преклоняюсь, я не знаю, я еще со времен школы ActiveX не сталкивался. Именно я. А вот какие-то Unix-овые пайпы, простые текстовые, или там используются. Сейчас очереди сообщений для общения между элементами тоже хорошо используются, широко и можно… То есть очень легко масштабировать с ними. Файлы все open, прочитать, что-то положить, а вот разработчики Unix, которые потом сделали в Bielabs план 9, а потом Inferno OS, они вообще отказались от… пришли к абстракции файлов как такого самого тупого варианта. То есть не надо никаких сокетов, open, bind, open, упрощается весь процесс. То есть получается работаем с удаленным устройством точно так же, как бы мы работали с локальной OS. То есть в принципе то, что мы сейчас… локальными ресурсами. То есть то, что в принципе сейчас в Cloud Computing, то есть в Computing, мы видим то же самое. То есть мы как бы обращаемся к какой-то абстрактной MySQL, допустим, а AWS уже там эту MySQL там разбирает, собирает по частям, нам не важно как. Просто мы используем стандартный интерфейс. Точно так же они используют стандартный интерфейс файла на любом удаленном хосте и зачастую нельзя заметить, что же происходит. В принципе, как бы такие вещи, я думаю, разумные, довольно просты. То есть умеешь работать с файлами, значит умеешь работать с сокетами и все сразу. Потом опять обратно бинарные проприетарные форматы. Док, от которого все, в принципе, сами разработчики уже отказались, от которого там Google ругался, мы не будем его поддерживать в Google Docs. Но попросили, вернули. В принципе, вот тот же XML со всякими прибамбасами, постскрипт, все эти открытые форматы до сих пор, в принципе, довольно долго существуют и работают. Да, но стоит следует сказать, что док, ругать Microsoft, что они такие плохие, создали такой плохой формат. Когда создавался Docs, док, ну, надо было экономить место и надо было работать быстро. Конечно, с XML работать гораздо дольше, чем с бинарным форматом. Но расширять бинарный формат невозможно в перспективе. Вернее, возможно, но очень большими усилиями, экспоненциальными, возрастающими. А какой-нибудь XML, формат основанный на XML или на JSON расширять можно практически до бесконечности. Опять же, конечно, если не перестараться. Ну, все помнят советские конструкторы. То есть сейчас мы, опять же, тот же, как бы закрытый. Конечно, iPad я тоже люблю, у меня дома есть. Пользуюсь, это приятная штука, но иногда хочется понастерегировать с конструктором и с конструктором можно больше соорудить, чем из iPad. Он имеет свое четкое применение и то и то, в принципе, хорошо. Но чаще удобнее работать, когда, грубо говоря, есть несколько компонентов, которые обмениваются между собой каким-нибудь открытым образом через какой-то открытый стандарт с общениями. И это, в принципе, как я в этом вижу, это один из путей простоты. Тот, в принципе, был Linux в 92 году. Там непонятно что, непонятно кому. Сейчас вырос Android, у которой чуть ли, наверное, тут практически у каждого аудитории либо было Android устройство, либо сейчас есть, либо кто-то сейчас прямо тут играется. И, в общем, как еще один пример из тех, что как бы умирающих, казалось бы, давно умерших вещей, Lisp. Там он очень простой, по сути своей. Там списки. В этих списках есть, над этими списками производятся какие-то операции. И все функции, все тоже списки. То есть всем этим можно легко манипулировать. На основе этого вырастили библиотеку классов и все, все, все. Обертки практически для всего. Живут и разные имплементации, или спорят друг с другом и продолжают жить. Просто, как казалось бы, живучесть. То есть многие закрытые технологии, которые были, казалось, классные, преподносились там как суперпрорывные, как там, позволяющие строить суперабстракции, просто умерли. А Lisp, такой, казалось бы, простой, примитивный, там, нахромождение скобочек, остался, причем имеет толпы фанатов, толпы людей, которые готовы его защищать. И, ну, не знаю. Мне он тоже по-своему нравится. Сейчас для меня Python более приятный язык, но тоже, тем не менее, Lisp мне нравится. И что мы имеем в Python? Философия, о которой частенько забывают, когда начинают городить кучи классов, когда начинают строить огромные библиотеки, какие-то там. Ну, Django тоже по-своему большой ему плюс, конечно, что вообще многие разработчики в Python пришли благодаря Django. Ну, и поругать его тоже стоит, потому что никаких вещей типа… Философия Python, Django соответствует, ну, с очень-очень большой наэтажкой. Там очень много неявных вещей, очень можно… много сложных, замороченных вещей. Есть хорошая стандартная библиотека, которая потихонечку растет, развивается, совершенствуется. И я, кстати, несколькими слайдами назад забыл даже сакцентировать внимание. Так, пардон. Вот, я использовал concurrent futures в этом примере. Это штука, которая позволяет каким-то мифическим образом, ну, это я образно говорю, которая позволяет просто добиваться довольно простыми способами мультипроцессного программирования. То есть, причем вот тот же оператор виз и можно потом сделать вейт. Тут просто у нас сервер не требуется ожидания конца выполнения всех операций. А там, в принципе, довольно легко и довольно Python-вейт. Можно добиться того, чтобы синхронности, асинхронного с конечным завершением ожидания конца выполнения нескольких потоков. То есть проще, чем это в тридинге сделано. Проще, по-моему. Мне так кажется. Может, кто-то другого мнения. И вот в Python-е вот такие вот вещи появляются, как все, кто следит за Python-ом 3, там очень много вещей тоже развивается. И очень, очень много. Так, вот этот слайд. Такие вещи, как P8 и Pulin, Puflakes, вещи, которые проверяют ваш код на какую-нибудь валидность, соответствие каким-нибудь стандартным. Я не знаю, я считаю это полезно. Я считаю полезно, когда люди пишут в более-менее одинаковом стиле. Когда переменные называются более-менее одинаково. Когда класс не содержит по 50 методов и 30 с чем-то полей. Я считаю полезно, когда на этом разработчиков акцентируют, что не стоит такое делать. И вот эти инструменты позволяют как бы контролировать стиль написания кода, позволяют ударить разработчика по рукам до того, как он сотворил монстра, там, со 100 класс, там, пятый и наследний класс, а первые, там, где-то насобиралось уже 153 метода, и никто не знает, что с этим делать. А разработчик, который все это писал, уже успел убежать, уволиться по какой-то причине. Может, сам испугался того, что написал. И хорошее тестирование, хорошие инструменты для функционального тестирования, юнит-тестирования. И очень много хорошего кода, очень много хороших примеров и очень много хороших людей, которые занимаются всем развитием Пайтона, созданием библиотек и так далее, у которых следует учиться. Чего у Пайтона нет? Все-таки библиотека, как я приводил у Urlip 2, тоже далеко не всегда идеальна. Тоже не хватает вещей, которые вот future concurrence, тоже она еще есть над чем поработать. И ребята из PyPy, я так знаю, C-Python, ребята тоже работают над тем, чтобы software transitional memory, аналогично тому, как это сделано в Ирланге, чтобы это все присутствовало, чтобы с этим было проще работать, с Jill, тоже там какие-то поползновения в сторону облегчения от global interpreter log тоже были. Не хватает таких вещей, как pattern matching в Haskell. Тот, кто это попробовал, выведение типа pattern matching, тоже есть какая-то своя прелесть. И тоже в некоторых случаях, в некоторых задачах, если бы какие-то были библиотеки, которые хотят, или библиотеки, или какие-то фишки в языках, которые позволяли бы это делать, это было бы, по-моему, мне не здорово, лично для меня. Может, кто-то другого мнения, я не буду никого заставлять, убеждать, навязывать. Просто, если вы не пробовали Haskell, потратьте, может, там, выходные на пару дней, хотя бы там пару простых вещей, что такое выведение типов, и как оно может в некоторых случаях облегчить жизнь. Такой момент. Как это pattern matching, логическое программирование на примере ProLog, тоже есть очень свои вещи. Есть, кстати, пара библиотек пайтоновских, которые частично пытаются имплементировать то, что было в ProLog. Но по мне это неудовлетворительные результаты. Там еще работать и работать. И как-то это все сделано не как в питоне, не как в ProLog. Ну, непонятно что. И главное, свои мозги, свое желание развиваться, совершенствоваться, писать лучший код, делиться им с общественностью, как-то заниматься, развиваться. Вот это, что нам нужно. И я хочу это в благодарности в принципе человеку, который вообще меня, Python community, которая вообще старается и как может, чтобы удержать язык на плаву и развивать его хорошо. И есть люди, которые очень… Допустим, вот у меня два доклада, вот эти, которые я слушал. Очень хорошо написано по поводу того, как минимизировать количество классов, как бороться с лишним кодом. И Poco.org с их часто замечательными библиотеками, несмотря на то, что я не совсем согласен в том же Flask, о Jinja, но по-своему это хорошие библиотеки, одни из лучших библиотек на Python и следует, по крайней мере, познакомиться с ними для того, чтобы самому представлять, к чему стремиться. И за иллюстрации интернет и Julian Smith, как там большинство, кто в курсе, за такие прикольные иллюстрации. Ну, вопросы? У меня такой вопрос. А как вы относитесь к системному анализу? К чему? К системному анализу. В каком смысле системному анализу? К методу, так сказать, познания. Нет, вообще к системному анализу как в общем, как к методу познания, так сказать. Системному анализу вообще как к методу познания. Я честно не понимаю, я честно говоря, я не пойму, что подразумевается под системным анализом. Может, я просто как-то не знаком с данной терминологией, просто так что, просто извините, я не могу ответить точно на этот вопрос, если я не до конца его понимаю. Может, как-то что-то уточните? А зачем вообще перетягивать Haskell, Prolog в мой уютный питон? Ну, то есть, ну, вообще, ну, зачем это делать? То есть, вот вам не нравится, что там нет каких-то возможностей Haskell и Prolog, но используйте Haskell и Prolog, и все, и оставьте в покое питон. Я не говорю, я говорю, что питон мне нравится больше всего. Я говорю, что в чем возможности использовать. Сейчас, я договорю, можно? Такой моментик. Почему? Например, в некоторых случаях было бы неплохо Haskell и Prolog. Есть очень интересные моменты, которые можно реализовать, не меняя сам язык. Просто сделать хорошие библиотеки, которые бы могли заниматься, например, статическим выведением типа в коде. В некоторых случаях для некоторых участков кода изолированных, например, это было бы очень хорошо и очень просто. Позволяло бы избавить от написания массы тестов, которые зависят просто, грубо говоря, от типов. Или паттерн-матчинг, который Prolog, например, тоже в некоторых случаях позволяет реализовать логику очень прозрачно. Просто нет хорошей библиотеки для этого. И, честно говоря, я лично, я думал, как это сделать, но мне в голову не пришла мысль. Я тоже это согласил перед аудиторией. Может, кому-то придет в голову библиотека, как написать это классно, то, что делается в Prologue, как это сделать по питонию в питоне. Не то, что я не хочу просто как бы перетянуть или кого-то сагитировать, давайте писать все на Prologue. Нет, на Prologue писать, ну, по-своему тоже извращение. Но мне больше нравится Python, и мне хотелось бы, чтобы были подобные инструменты. Я правильно ответил на вопрос? Ответил на вопрос или что-то? Что? Я понял, да, все окей. Просто, ну, ты… Не, может, я не четко выразился, что я… Вы подумали, что я собираюсь просто хочу, давайте сделаем Python, как Haskell, статическая типизация там. Нет, я не про это. Просто вот хорошие вещи, когда можно там что-то статически типизировать и как-то проверить типы, вот я за это, чтобы была какая-то возможность какой-то библиотекой это сделать. В каком-то конкретном случае, не во всем языке. Мне нравится и так. Но в некоторых случаях это позволило бы, например, такие вещи, как масштабированность, конкурентное выполнение кода, это позволило бы облегчить все это. По поводу типизации, в Python это не нужно. Типизация в Python не нужна, это будет не Python, это будет типа F-шарпа, Microsoft, там синтекс очень похож, но типизированный язык. Я немножко не расслышал, но… Типизация в Python не нужна, потому что это будет не Python, это будет что-то типа Microsoft, F-шарпа, это синтекс то же самое, но типизированный. В Python 3.3, если ошибаешь, появились аннотации для метода функции, на данный момент не влияет, но помогает писать код. И юниатесты нужны не только для этого. Ну, нет, я не спорю, просто я не хочу типизацию в Python как вообще. Я хочу, чтобы в некотором случае можно было бы очень просто… ABC. Что? ABC. Пожалуйста. Там свои проблемы есть, там свои недостатки, нюансы. По-моему, для такого это она еще не готова. Может, будем ждать дальнейшего развития. Не знаю. Еще вопросы? Или все уже обедать хотят? Я просто хочу как раз про вывод типов сказать. Может быть, стоило бы иметь какой-то инструмент, скажем, прогона кода и просто вывода типов в виде, ну, некого дерева. То есть, например, для функции выводится те же самые аннотации типов, то есть, скажем, по ее семантике внутри всплывает, допустим, что ее аргумент, предположительно это будет какой-то итератор, например. То есть, это не вводить систему типов в хардкодный язык. Например, Husky или же он тоже проверяет типы, только на этапе компиляции. Это именно, допустим, как инструмент просто тестирования кода на целостность. Да. Просто круглая взять, написать код, прогнать, посмотреть, получается у нас очень красиво, либо, допустим, очень… Или где-то мы ошиблись. То есть, куда-то, где-то мы явно передаем какую-то фигню. Не в рантайме. Это как инструмент просто анализа кода на проверку как бы красоты IP, может быть, вот так. Да, больше в этом плане. Причем, что интересно, те же, как и когда делаются PyPy, у них там есть, грубо говоря, там, ну, у них там много таких вещей, где они под разные как бы цепочки, цепочки типов строят разный код. То есть, в принципе, где-то что-то такого есть. Почему, допустим, это не вылазит как бы, чтобы можно было насильно заставить перед запуском проверять цепочку типов на целостность какую-то. Почему этого, ну, как-то еще никто не реализовал в достаточно удобном виде. Этого, к сожалению, мне непонятно лично. То есть, то, когда компилятор помогал, не тогда, когда он мешает бороться, а когда вот в каком-то конкретном случае, когда мне надо 100% быть уверенным, что сюда никогда не попадет строка. 100%, в этом случае типизация бы могла пригодиться. Причем не в рантайме даже больше, а как в вспомогательном инструменте. Еще? Что? Фактически из instance застаряет как бы код вообще, ну, как бы логику функции. То есть, нет, если действительно там нужно, чтобы был… Это проверка, во-первых, в рантайме, во-вторых, она застаряет логику тем образом, что часто, допустим, надо просто проверить, что туда что-то лишнее не попало. Ну, надо сделать так, чтобы лишнее вообще не могло туда попасть. В чем логика? Что проверка предварительная, как бы компиляции, сказала бы, что ты туда запихиваешь, туда можешь запихнуть что-то подозрительное не то. А из instance борется, как бы не с причиной, а с следствием.